Работа управления в 2022 году велась по нескольким направлениям. Государственные и муниципальные услуги. Основной задачей данного направления является координация работы по реализации 210-го федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Раменского городского округа. В решении поставленных правительством Российской Федерации задач в сфере информатизации одним из важнейших является вопрос организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Активность населения в получении услуг в электронном виде с каждым годом растет. Ежемесячно в 2022 году в администрацию округа посредством РПГУ поступало более 5,5 тысяч заявок, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Более 140 специалистов администрации и подведомственных организаций имеют доступ к региональным системам в сфере оказания услуг, при работе с которой одной из важнейших задач является соблюдение регламентных сроков. В 2022 году доля нарушения срока при оказании услуг составила 0,40%. Следующий блок – услуги связи. Несмотря на широкое использование современных цифровых технологий, почтовые отделения очень востребованы и важны для жителей. Это и оплата коммунальных услуг, отправка и получение писем, посылок и так далее. Главное – Почта России выполняет важнейшую социальную функцию – это осуществление доставки пенсий, пособий в сельские населенные пункты. Вопросы по улучшению качества оказания услуг почтовой связи, отработку обращений и жалоб граждан решаем совместно с сотрудниками Почты России. В 2022 году доля многоквартирных домов в Раменском городском округе, жители которых имеют возможность пользоваться услугами проводного доступа в интернет, не только одним оператором связи, а двумя и более, составила почти 100%. Многими операторами были сформированы и внедрены новые тарифы с более высокой пропускной способностью интернета. Существенно увеличилась скорость для тарифов на домашний интернет, в том числе и в частном секторе. Следующий блок – информатизация. В 2022 году была продолжена работа по обеспечению подключения к региональным межведомственным системам сотрудников администрации и подведомственных учреждений. В настоящее время к таким системам имеет доступ более 170 организаций округа. В целях обеспечения открытости в деятельности органов власти Раменского округа велась работа по информационному сопровождению и администрированию официального портала в сети интернет Раменская.ру. На сегодня портал обновляется ежедневно и содержит информацию по общественным видам деятельности. Средняя посещаемость интернет-портала составляет порядка 1500 пользователей в сутки. Мобильная версия платформы сделала информационный портал Раменского городского округа доступным для пользователей смартфонов. Как видно на слайде, практически 60% от общего количества пользователей используют мобильную версию. Управлением также осуществляется координирование реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование». В рамках реализации федерального проекта информационная инфраструктура совместно с Мингосуправлением, Ростелекомом и Комитетом по образованию в 2022 году проведена работа по определению помещений серверных школах Раменского округа и приведению в соответствии со стандартом цифровая школа. Также совместно с Комитетом по образованию и местными операторами связи была завершена работа по организации каналов связи общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями Министерства цифрового развития и массовой коммуникации Российской Федерации. В заключении хотелось бы отметить, что в июле 2022 года в рамках проекта «Умный город» в городе Мурманск состоялся всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов, в рамках которого были подведены итоги индекса цифровизации за 2021 год. Город Раменска вошел в топ-10 больших городов Российской Федерации. Всем спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...